Ведущие мировые СМИ заявили о появлении самолетов F-16 в украинском небе. Об этом сообщили такие издания, как The Times, Bloomberg, The Telegraph и другие. Предварительно прибыла первая партия в количестве шести единиц из Нидерландов. Также вскоре ожидаются самолеты из Дании. Официально информацию прокомментировал только глава МИД Литвы. F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной, написал Габриэлюс Ландсбергис в сети X. В пабликах размещают первые фото и видео, на которых, как утверждается, запечатлены американские истребители в небе над Украиной. А тем временем российские пропагандисты уже рапортуют, какими ракетами оснащены F-16 и что будет уничтожено в первую очередь на территории РФ. Сегодня же стало известно, что американцы оснастят украинские F-16 самым современным оружием. По данным Wall Street Journal, согласование, пройденное, Пентагон принял решение укомплектовать истребители ракетами «Воздух-Земля» и «Воздух-Воздух». Также принято решение дать добро на удары истребителей по России. Новый виток эскалации, кажется, окончательно снес голову и советнику офиса президента. Подоляк потребовал немедленно уничтожить Крымский мост, а также критически важную инфраструктуру в Ростовской, Белгородской и Курской областях. Первая партия F-16 уже прибыла на Украину. Важный вопрос, что делать дальше? Как только F-16 затаскивается на территорию Украины, наносится удар тактическим ядерным оружием. Друзья, всем привет! Главная новость. F-16 говорят уже в Украине. Что происходит, как воет российская пропаганда, обо всем об этом сейчас вам расскажу и покажу. Ну и присоединяйтесь к нашему сбору на маскировочные сети для ЗСУ. Как вы видите, они сейчас будут рассказывать, как они ищут нашу технику. Это реально важно. Причем они там очень методички не подвезли, похоже, потому что у них там как-то разошлись точки зрения. Все, послушайте. Еще одна важная новость вчера приходила. Якобы первая партия F-16 уже прибыла на Украину. Количество не уточняется. Но якобы вот все. Истребители уже в незалежной действии. Американские, ну, американские, украинские СМИ вчера, ну или паблики писали о том, что якобы даже первые F-16 уже приняли участие в качестве сил ПВО в отражении российской атаки. Да, а фотографии-то были какие-то подтверждения? Не было. И официальный Киев заявляет, что они не будут уведомлять никого о том, когда они начнут использовать F-16. Вот и Белый, думаю, эту информацию тоже не подтвердил об отправке F-16 в незалежную. Поэтому, знаете, какая-то темная история опять началась. Либо F-16 были отправлены на Украину и где-то пропали, исчезли, либо их никто не отправлял туда. И поэтому никто официально не подтверждает. Другие, вот как фашист-гаспарян, с перекошенным лицом, обратите внимание, как его перекосило от этого. А сначала рассказывает, что, мол, если есть они, то где-то, мол, наверное, все-таки не в Украине, там в Молдове, в Польше, послушайте. Одна из главных новостей это F-16. В Телеграме полным-полно уже видео, записанных на Украине, что куда-то что-то летит. У меня нет убежденности, что это действительно на Украине, а, например, не в Польше. Ну, а потом все-таки приходит к выводу, что нет, ну в Украине тоже где есть. В Хмельницкой области, мол, есть еще аэродром, на котором можно разместить F-16. Он, они его не сильно разбомбили, говорит Гаспарян, послушайте. Хотя, ну, все, в общем, понимают, что доставили. Вопрос доставили, куда? В данный момент равновеликими представляются три локации. Локация первая, это Молдова. Локация вторая, это Польша. Локация третья, это аэродром в Хмельницкой области. Как выяснилось, он наименее оказался поврежденным из всего того актива, который существует до сих пор на Украине. Важный вопрос, что делать дальше? Ну, тут же Скобеева говорит, разбомбили полностью в Хмельницкой области аэродром. Мол, где им ставить эти F-16? Куда их прятать? Где именно дислоцированы первые F-16, Зеленский не говорит, естественно, не говорит. Это, разумеется, сейчас главный вопрос и главная цель для российских ВКС. Ждем первых ударов. Сегодня ночью Белеснова по Амиргороду, это аэродром в Полтавской области, опять по Хмельницкому. Но там аэродромы фактически уничтожены, то есть американские самолеты придется как-нибудь прятать. Тут же у нее эксперт, ну то есть как бы Скобеева обесценивает F-16. Но тут же у нее эксперт говорит, да, поможет Украине и выведет на другой уровень. И обратите внимание, как сразу у Скобеевой просто лицо перекашивает. Видим действительно давно рекламируемая вот эта поставка партии F-16, которая, несомненно, усилит, интенсифицирует военно-технологически на Украине схватку, поднимет ее на более высокий уровень. Ну и клоун Соловьев куда-то пропал. Это же он ровно год назад, в августе прошлого года, кричал, что как только будет F-16 шарахнем ядеркой, послушайте этого клоуна. Они должны понимать, как только F-16 затаскивается на территорию Украины, наносится удар тактическим ядерным оружием. Вот еще Америка говорит, мы ответим страшно, чем? Да нет, ну страшно, чем они ответят? Они покажут нам голову Байдена? Нет, 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 только ядерное оружие. Ну и клоун, ты клоун, но это всем понятно. Шарахнул ты их, чем? Помните, будут патриоты? Шарахнем! Я сказал забанить дуру Елену 33! Почему до сих пор не забанили? Будут леопарды? Шарахнем! Абрамсы шарахнем! Все, они шарахнут. F-16 теорет тоже они шарахнули. Себя по голове. А-а-а-а! Друзья, вот это все, что нужно знать о российских красных линиях и о российском блефе. Нужно больше оружия Украине, не обращая внимания на все эти истерики. Все идет по плану. По плану. По плану. По плану. По плану. Просто по плану. Вот по графику. Все идет по плану. Субтитры создавал DimaTorzok